Больше тысячу новогодних цацок и паштовок собрала Жихарка Витебского района. У экспозиции самые разностайные ёлочные упрыгоживания, фигурки головных новогодних червняков, элементы карнавальных костюмов. Коллекция объединяет как раритетные экспонаты, так и сучасные цацки ручной работы. Тему протягнуть на наши корреспонденты. Людмила Никитина докладная памятная, кто и кали подарил для коллекции новогоднюю цацку, альбо казышного персонажа. А в ее пригожем захоплении ведут многие. Новогодние атрибуты передают былые вучни, знайомые и сябры из разных кутков света. Экспозиция размещается у Заронуски музеи и дорыд настрой не только под час святов. После кинофильма «Карнавальная ночь» у меня есть годинники без 5 минут 12. Эпоха космоса началась и, соответственно, отгукнулись новогодними цацками. Есть дорожабли и космические кораблики. Интернациональная тема у меня так само представлена. Казышные персонажи у пригоживаний со знакомитых серых цирк и освоения космоса. Одных только разноколеровых шишек хопись, как бы пригожить, некольки ёлок. Коллекция объединяет новые новогодние атрибуты разных годов. Побыч раритетными можно убачить и сучасные творы мастарства. Например, есть ёлки с паперы, сурветок и навод макарону. Есть у коллекции свой парад Деда Мороза и снегурок. Одновлять цацки и творать новые святочные костюмы для казышных персонажу, допомагая сын Станиславу. Процесс рассказывая вельми захопляльны, галлоны, фантазия. И тады у пригоживаний зяють яскравей. Аккуратность требует всего лишь только покраску и какое-нибудь дополнение материала. То есть, из чего делали, допустим, вату какую-нибудь подкрепить, подшить что-нибудь. Ну и, соответственно, разукрасить. Вот и вся основная реставрация. Упрыгожую цятошную экспозицию и калядные паштовки. Самая раритетная пройшла у Заронова со Смоленской зимой 1912 года. Людмила Никитина так само сбирая фигурки живёл, символы года, які упылнивают на ведольники музею, могут навод выконать новогодние ожидания. Сергей Мисурагин, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Новины. Витебск.